Только хотела начинать с видео, а тут подбегает ко мне мальчик, чтобы протереть фары и получить, конечно же, хоть какую-никакую плату за его труд. Нет, ой, зачем я его и сказал, я с ним общалась по чату. Ну ладно, спасибо. Давайте его отблагодарим, Даня. Спасибо, на хлеб не намажешь. Теперь намажешь. Всем привет, дорогие друзья мои, дорогие подписчики, на связи Дана Мончини. А если бы точнее, Дана Хасанова. Это мой ник на третьем сервере. Играем мы с вами на МТА провинции, ссылочки на игру будут в описании. Ну и перед началом ролика не забывай поставить лайк и подписаться на канал, если тебе не сложно. Всем приятного просмотра. Покатавшись на третьем сервере, я заметила немалое количество игроков, которые имеют фамилию Хасанов. Да, я понимаю, что это, возможно, распространенная фамилия на провинции, но самое забавное, что фамилии их пишутся точно так же, как и моя, то есть не совсем верно. Моему Нику уже около двух лет. Мне интересно, сколько давно появилась такая некая семья Хасановых. Произошло ДТП, не знаю, успела я заснять или нет. Роллс и вот эта вот Шкода или что это. Давайте, может быть, остановимся, понаблюдаем, как это все будут разрешать. Ну или не будут. Взял, просто уехал. Хотя нет, смотрите, он не так далеко уехал, может быть, он его догонит. Он опять врезался, вы только посмотрите на него. Давайте кинем, может, на него слежку, он какой-то неадекватный. А, нет, никого нету. Но ничего страшного. Это значит, он может и других протаранить. Давайте посмотрим. А, он сдох. Вот видите, как корма быстро наказала его. Ничего, было таранить? А почему он сдох? Скорее всего, может быть, он голодный. Поэтому он так быстро умер. Или от... Ну, столкновение там было вообще минимальное. От чего? Ну, заслуженно, я считаю. Я не успела это заснять, но я откачу и покажу вам, как это было. В чего? Здравия. Вот это мне прилетело по жопе. А это повод был в меня врезаться. То есть, то, что я стою без аварийки. Он может меня врезаться и предъявить мне, почему я стою без аварийки. Расход. Ну, а что вы так мне говорите про аварийку? Ну, это понятно, но вы что? Убрезаетесь-то. Всего доброго. Это что такое-то? Какие наушники? Давайте подслушаем. Разговоры нам не удалось послушать, потому что они что-то замолчали. Скорее всего, они пошли в спецсвязь. А там труп лежит, там труп лежит. Давайте побежим, посмотрим, что там. Аварийку включим, как будто бы у нас заглохла машина. И выбегаем. Так, ручничок. Что случилось? Да, спокойно. Что случилось с человеком? Чего он без сознания? Да нет, он отдохнул. Вот это человек без сознания? Он же... Да. Да. Вы скорую вызвали? Я пока... Я пока... Я пока... Я пока спал, люди уже в шоке. Да нет, сейчас твою помощь уже оказать, да, скорую помощь. А вы умеете? Вызывайте... Я вызвала, да. А вы сможете ему оказать первую помощь? Я не просто вообще без понятия, что тут происходит. Вышла, смотрю, человек лежит. А я вообще, типа, сплю в машине, что я устал, типа, с работы. А у меня аптечки нет, есть лекарства. Мужчина в костюме у нас есть аптечка? Вообще не подготовлена. А, нет, смотрите, гражданка, человека недавно, так что минуты буквально две-три назад он сидел в машине вообще. А как это? А тут свидетель, это понимает, двое человек. Вы вообще не видели, что с ним произошло? Свидетель, да, он в машине сидел, увидел. Видели, что скорую вызвали? Нет, не видели. Чего? Да я что-то случайно на руку наступил. Нервы, понимаю. Мужчина, никто не видел, что случилось. Не, я, 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 я. Вызовите, пожалуйста, с ним случайно. Да, да. Да, да. А, будет? Пора, или нет? Не знаю, смски нет, что приняли вызов. Ребята, вот с информацией, понимаете? Не понимая, чем вы. Может быть, их поторопились. У нас обычно юнимат сюда работает. А, ну все, тогда подождем. А то и переживаю. Считанные минуты могут быть, понимаете? Можем потерять вообще человека. Вы что? Какие снежки, тут человек умирает. А вам все хихоньки да хохоньки. А может и ты... Что? Да, Гожен, прекратите стоять на месте. Понял, я погоню. Мне тоже... Ну хорошо, я послежу, я подожду. Но вы возвращайтесь, хорошо? Что-то вообще скорая не едет. Друган, сколько гелик стоит? Интересно, его поймали, ты что-то даже не посмотрел. А, вон там они, скорее всего. Да, вон они, давайте посмотрим. Первый человечек пока тут. Смотрите, как много. Вызовите скорую, пожалуйста. Так, так, ну интересно. Интересно, что будет дальше, потому что он пока стоит. Скорее всего, нарушитель ждет, пока сотрудник выйдет. И потом уже уедет. Так. Не поняла, что такое. Может быть... Я не хочу вмешиваться, потому что вдруг они знакомые. Поэтому, а тут я буду лишней. Так, вот так вот мы вот так вот его перегородим. Вот так вот, да, значит. Еще и давит меня, вы только посмотрите. Посмотрим заодно, есть ли врачи на смене. Немножечко понарушаю с вами, потому что время на исходе, каждая минута, каждая секунда, она нам важна. Поэтому нужно не терять ни минуты, ни секунды. Вот уже больничка, но пока на улице никого не наблюдаю. Опять, что ли, все на пятом этаже? Почему никого нет внизу? О, вот у нее врачи. Врачи! Мы вас вызываем, там человеку плохо. Вы чего? Не реагируете. Не реагирует так же и на меня. Ну ладно. Может быть, они как раз и поехали реагировать на вызов. Никого, к сожалению, до сих пор нету. И здесь тоже люди все разбежались. Хотя нет, еще есть. Ой, я никого не подрезала? Нет, под никого. Скорая так и не приезжала, да? Беспредел. Так, интересно, а куда у нас уехал Руслан? Не БДДшник. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... Нет, это только бы мирный. Здесь не то. Руслана здесь нету. Скорее всего, на парковке его тоже нету, да? Давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Что там такое? Так, я не поняла, вы что творите? Мужчина? Я сейчас полицию вызову. Что, я поехала? Быстрее, быстрее, быстрее. Там избивают женщину. Женщина избивает быстрее. Полиция, там женщину избивают. Полиция, там женщину избивает. Там женщину избивают. быстрее пожалуйста сейчас не дай бог еще убьют быстрей опять опять вы теме на разборке устраивает семья это если будет заниматься абьюзом чуть-чуть потише этот магон походит или антиспасатель какой-то что такое двери не открывайте там чупы опа какое это вы да бомж подождите как-то вам не верю потому что лично вы два раза у меня на глазах ее сбивали у меня мало подозрений на бомжа я скорее больше к нам станет и склоняюсь что что ну вы что вот ведь видимо вы увлеклись ими не видимо придется вызвать полицию нескоро не полиция в отделении никого нет сейчас я найду в отделении не переживайте полиция полиция помогите так я так понимаю какое-то собрание ладно полиции у нас нету так что будем сейчас своими силами мужчина это вы девушку до без сознания довели а кто это я просто спрашиваю как вообще все было потому что меня не было а когда я подошла там были вывод как раз таки стояли может быть вы видели вот в этой курточке яркой да поняла спасибо вам большое можно ваша фио ну чтоб мне потом писать в объяснительный кого-то я встретила свидетелей чтоб если что вас потом можно было на допрос спасибо большое мужчина они могли бы вы нам помочь мужчина у нас тут человеку плохо сделайте что-нибудь а больно в смысле до свидания нельзя до свидания нам помощь нужна здравствуйте здравствуйте а можете вызвать скорую пожалуйста может быть на ваш вызов приедут как натяжку заработать работать на же быка а почему на цешку можно же бмв нет не хочешь хочу хочу позволяюсь здравствуйте у нас тут убийство видимо произошло вот ищем виновного скорее всего виноват тот человек в куртке потому что два раза и сбивал а как делал у нас я села найду а чего это вы убежали я жду кого тут вообще-то полицейский к вам пришел а вы убежали убежали так нет он там пройдемся но нужно вот приехала вытащить какой бы заботливый а можно с вами проехать тоже да мы все втроем ну как мы вдвоем и один убийца тем она моя мама так они твоя мама и даже не знал держись и я да я да мне просто деменция вы что у вас женщина при смерти а вы ой женщина жена то есть его вот так когда как оптимистично настроены ну а как ну жизнь на этом не заканчивается ну вы что ладила заранее то похоронили все таки он все таки поймали и надо в чувство сначала привести вы что спросите у снегурочки что я любит то любит но как-то он силу знаете применяет к этой любви больная любовь какая-то это вообще-то статья что это за высказывание опять я думаю все таки нужно последить за этим человеком поставить его на учет чтобы он хотел отмечался проверять здоровье жены вы чтобы не подсказываться вы носите зимнюю все-таки обувь они вот эти вот башмаки ли это мы можем девушку ввести домой таблетки никакие не надо на самом деле очень много было контента у меня осталось еще несколько материалов но я решил их не вставлять потому что там по сути ситуации идентичные отличалась только то что потерял сознание в другой человек вот и все я думаю что ролик получился довольно насыщенным надеюсь вам тоже все понравилось но и не забывайте поставить лайк если вы этого еще не сделали а также оставьте свой комментарий особенно игроки третьего сервера сколько часто у вас такие вот рпшки происходят и вообще в целом как у вас с рп ну а на этом давайте будем заканчивать ролик всех обняла всех подняла всем до новых встреч всем пока пока